Хорошо, с чего начнём? Давайте с самого простого. Есть такое понятие, было это как специальный пункт. СП. Слышали? Да. Так вот, СП это стоимость товара в балла. То есть, каждый товар имеет определенное количество СП. Мы можем называть их баллы, так будет проще. У СП есть, у балла есть собственно стоимость. Причём две стоимости. Есть стоимость с НДС, есть стоимость без НДС. То есть, почему? Смотрите, приблизительная стоимость СП без НДС 6,5 гривен. Плюс НДС. Ну и получается порядка 8 гривен стоимость товара уже с НДС. Вот тут очень важный момент понять. Мы покупаем продукцию всегда с НДС. Ну, НДС выходит в государство, нормально. То есть, ЛР очень важно, что работает полностью в правовом поле. Но, когда нам деньги начисляют, то естественно, мы начисляют деньги по стоимости товара без НДС. Ну, потому что мы честные. Мы Петро и моему Украину. И НДС мы отдаём полностью государству. И вот как выглядит вообще распределение денег. Есть так называемая таблица баллов. Здесь баллы. Я назову баллы, будет проще. Здесь проценты выплат. Смотрите, в зависимости от того, сколько мы делаем товарооборот в месяц, наш товарооборот считается в каждый календарный месяц. Каждый месяц он обнуляется, и наша группа создаёт товарооборот по-новому. Сколько мы в месяц создали товарооборота, столько процентов мы получаем возврата. Таблица баллов очень проста. Начинается с 250 баллов. Это 3% возврата. 500 баллов. 6%. 1000 баллов. 9%. 2000. 11. 4000. 14. 8016. И 12 тысяч баллов. Это 21%. Тут главное понять, как они набираются и не берутся. Давайте какой-то такой заёженный банальный пример возьмём. Как бизнес устраивается сегодня. Вот примеры. Есть вы. Первый курочек. Вы начали активно строить бизнес. И давайте такой реальный пример. Вы подключили за полгода 20 человек. Реально? Да. Ну если напрячься реально. Давайте будем откровенны. Все 20 естественно активными не будут. Такого не бывает никогда. Но из 20 примерно 5-6 будут активными. Те, кто будут заниматься бизнесом. Ещё 5-6 будут потребителями, клиентами, продажниками. Ещё 2-3 будут потребителями. Ну и примерно, наверное, человек 6-3. В среднем 3. Это будут так называемые мёртворожденные. То есть люди, которые подключатся, они может быть один заказ делают. Может быть, кстати, после регистрации ни одного заказа не пройдёт. И на следующий день я вам скажу. Ну всё, я выхожу из бизнеса. Они через неделю этого вам скажут. Через месяц. Они скажут, что это не моё. Это мне не подходит. Я лично очень готов спорить с этими людьми. Но это их выбор. Таких людей тоже будет хватать. Наша задача найти именно вот этих ключевых. Поэтому есть такая статистика. Двадцать, двенадцать, восемь, три. А мы говорим о том, что из двадцати подписанных вами лично людей, из двадцати, двенадцать из них будут активных. То есть восемь – это либо мертворожные, либо покупатели. Из двенадцати активных, те, кто будет делать регулярно каждый месяц товарооборот, восемь будут стараться заниматься бизнесом. И из восьми, три будут – это те, которые – костяк вашего бизнеса. Те, которые действительно пришли в бизнес серьезно. Вы знаете, есть две катерии людей в бизнесе. Те, кто пришли попробовать, и те, кто пришли сделать. И вот разницу между ними сложно понять. Честно. Потому что на первом этапе идти, и другие кричат «Да! Вольцваген будет мой! Мерседес!» Но проходит какой-то промежуток времени, там месяц, полтора, два, оба сталкиваются с проблемами, оба сталкиваются с тем, что, может быть, не получается. И вот там уже можно понять, кто пришел попробовать, а кто пришел сделать. Так вот, реально, где-то из двадцати шесть будет таких сильных. Из них три будут действительно настроены на бизнес серьезно. Ну, я так обозначу звездочками. Давайте вот мы от них и будем отталкиваться. И сами ситуации, что, ну, естественно, у них пошло движение дальше, в глубину. У них свой бизнес начинает расстаться, свои партнеры появились. Я не буду рисовать, но у каждого появились какие-то свои партнеры. Какой-то больше, у кого-то меньше, не суть важно. И каждая группа сделала какой-то товарооборот. То есть первая группа, допустим, в конце месяца сделала там пять тысяч двести баллов. Естественно, вместе. И эта группа по таблице баллов вышла на четырнадцать процентов товарооборотов. То есть они стали четырнадцать процентиками. Ну, кстати, открыли автопограмму, это хорошо, это круто. Вторые ребята, допустим, сделали там, ну, к примеру, восемь с половиной десять баллов группой все вместе. Они вышли на шестнадцать процентов. Это уже менеджер, это уже оплата в прайсваген на две трети. Это еще прикольнее, еще интереснее. Третьи ребята ваши ключевые сделали, допустим, там, две четыреста. Это одиннадцать процентов. Ну, вы поняли, откуда я про проценты? То есть, в принципе, все очень просто. Все, что находится в промежутке между баллами, то есть между тысячами и двумя тысячами баллами, это девять процентов. Ну, и так далее. И таблица, это, конечно, на двенадцать тысяч баллов восемь процентов. Там есть еще уровень, пока что мы это обсудим. Третья группа, примерно, будет, ну, такая, более слабенькая. Она будет делать, ну, на данный момент, скажем так, тысячу баллов это девять процентов. То есть она еще вырастет. Эти ребята будут делать по шестьсот и по семьсот баллов. Шесть процентов. Скажите, что происходит. У нас многоуровневый бизнес. Поэтому мы получаем оборот, мы получаем процент от оборота всех структур. Ну, все, что у них внизу находится. Поэтому в конце месяца товарооборот суммируется. И мы смотрим, что сделало вообще целиком на шагулах. Ну, в нашем конкретном примере, смотрите, это вышло десять девятьсот, шестнадцать сто, семнадцать сто и восемнадцать четыреста. Правильно? Восемнадцать пятьсот. Восемнадцать пятьсот? Окей. Ну, мы еще делаем свои двести пятьдесят, естественно, личных, без них никак. И у нас есть еще боковые структурки, чисто покупательские. Помните я говорил? То есть помимо этих будут какие-то покупательские. Ну, пускай они суммарно делают там, ну, четыреста баллов. И у нас получается девятнадцать сто пятьдесят. Так? Угу. Ага, никто не почитал? Верьте мне, ладно. Девятнадцать сто пятьдесят баллов. Эстань. Специально. Смотрите, в нашем примере мы сделали больше шестнадцать тысяч баллов. Поэтому мы стабильно закрыли двадцать семь процентный уровень. Есть следующий уровень, было шестнадцать тысяч баллов. Этот уровень, на нем выкладывается двадцать четыре процента. Поэтому в нашем примере мы сделали, аж сюда дошли. Мы дошли до электрогруппы. Это хороший уровень, потому что здесь хороший бонус дополнительный. Здесь уже поискал Гермайн, который мы с супругой на месяц назад посетили. Производство. Это очень такой стабильный, хороший бизнес. Давайте посчитаем конкретно, что же по деньгам выйдет здесь. То есть как рассчитывается вознаграждение? У нас, я тут решу здесь сбоку. Девятнадцать, сто пятьдесят. Есть несколько вариантов, как рассчитать свое вознаграждение. Я вам покажу самое простое и доступное. На остальных заморачиваться не будем. Мы получаем так называемую разницу уровней. То есть мы находимся на двадцати четырем процентном уровне. Если у нас есть группа, которая сделает пять тысяч двести баллов и вышла на четырнадцать процентов, то мы с оборота пять тысяч двести баллов получаем разницу по процентам. Мы получаем двадцать четыре процента, а не четырнадцать. Поэтому двадцать четыре минус четырнадцать. С товар оборота этой группы мы получаем десять процентов. От пяти тысяч двести баллов. То есть на такте рассчитывается любое другое вознаграждение. То есть если эта группа сделала шестнадцать процентов, то мы получаем наши двадцать четыре минус их шестнадцать, восемь процентов. Если здесь одиннадцать, то двадцать четыре минус одиннадцать, тринадцать процентов. Если здесь девять, то двадцать четыре минус девять, пятнадцать процентов. Ну и здесь то же самое. Двадцать четыре минус шесть, восемнадцать процентов. Ребята, вот тут ноги начинают путаться, давайте так, все ли поняли, что я сказал только что? Все поняли, от куда берется разница уровней? Так, я вижу пару потерянных глаз, пока никто не признается. Можно вопрос? Да. А что больше получается, маленький процент от большого оброта или большой процент от маленького? Где стоит эта черта? Рассчитывал ли это на него? На самом деле, многие об этом спрашивают, и многие спрашивают, кстати, очень интересный вопрос. Если вдруг появляется группа, которая дорастает тоже до такого же уровня, как ты, то есть, допустим, тоже до 24%, то получается разницы в уровне нет. Но здесь включается самое важное вознаграждение, лидерский бонус, об этом чуть позже расскажу. На самом деле, важнее всего выращивать лидеров, поэтому важнее получать, допустим, меньший процент, но с большего объема. Это и по деньгам гораздо выгоднее, и это выгоднее, вы смотрите, мы же бизнес строим для того, чтобы получить свободный стиль жизни, мы же бизнес строим для того, чтобы можно было рано или поздно, не знаю, как Андрей Ильинев, 4 месяца идти путешествовать. Если у тебя будет много маленьких групп, ты это сделать не сможешь. То есть, они будут тебе привязаны, ты должен постоянно помогать. Если у тебя будут стабильные, большие организации, где будут лидеры и смогут работать уже сами, тогда ты сможешь себе позволить уже отдыхать. Ну, смотрите, в конкретно этом примере, давайте посчитаем, что мы здесь заработаем, мы конкретно увидим, что здесь получится. Считаешь, Серёж? Давайте параллельно посчитать. Давайте, кто-то один будет считать, мы не будем сбиваться. Готов? Серёга посчитает, а я. Материем уже сдохнуть, поэтому лучше проверить. Окей, Гриш, давай, считай туда ты. 5200 баллов на 10% Да, умножить на 10% Плюс... ну, это да. Плюс 8500 баллов умножить на 8% 1000 баллов умножить на 8% Плюс к этому 2400 баллов умножить на 13% Так у меня вот этого М-памяти нету. Ну, считайте про 6, а я... 6800 ты считаешь? А, ладно, давайте... 6800 сколько следующее? А ты-то на внизу пиши. 520 баллов, да. Да. Окей. 8500 баллов на 8% 680 680 Есть. 2400 на 13% На 13% Разница считается. Да. 312 312 1000 на 15, ну, это 150, ясно. И 1300, смотрите, здесь просто мы можем отдельно посчитать. 600 умножить на 18% и 700 на 18% Ну, мы можем суммировать. 1300 умножить на 18% 234 И последнее, смотрите, у нас есть товарообороты, люди, которые сделали там по 30, по 40, по 100, по 50 долларов, они не вошли вообще в таблицу вообще. Поэтому мы с них, со всего его товарооборота получаем все 24% И со своего личного товарооборота, 200 баллов, мы тоже получаем все 24%. Поэтому умножить 250 на 24%. Можно 650 умножить. Ну, мы просто отдельно сделаем, чтобы не было. 60. 60. И умножить 400 на 24%. Тут 96. Окей. Теперь мы это все суммируем. Давай суммируем. 96. 52. 2 тысячи 52. 2 тысячи 52. Да? И для того, чтобы перевести это все на гривны, нам нужно умножить на 6,5. На 6,5. На стоимость балла без НД. Все правильно. На 6,5. 13 тысяч 338. 13 тысяч 338 гривен. Ну, вот конкретное вознаграждение. Ну, на это множество. Ну, здесь еще автополнос количество, но это чисто в направлении, которое нужно. Смотрите. Здесь вот абсолютно очень классный вопрос задал Сергей. Здесь важно понимать, что нам, в принципе, самое важное из этих людей вырастить большие команды. И наступит такой момент. Это самый важный момент в нашем бизнесе. Когда среди этих лидеров появятся люди, которые захотят вас догнать, а может быть и обогнать. Вообще, в принципе, все мешает мне. Наступит момент, когда у вас появится группа, которая будет делать 13 тысяч баллов. Какая-то группа, возможно, будет делать 18 тысяч баллов. Смотрите, что получается. Ну, допустим, эта группа будет получать 21%. Это 24. Они вас догнали по уровню. Возможно, обогнали даже. Что происходит здесь? Вот здесь происходит самое важное. Вот некоторые люди, которые занимаются сетевами бизнеса, в этот момент не понимают. И они стараются, я видел видеров сетевых индустрий, которые стараются свои команды немножко притопить, чтобы они не росли. Почему? Ну, потому что они выходят на такой же уровень, и им кажется, что они начинают терять деньги. На самом деле здесь самые важные деньги заложат. Потому что вот здесь включается самый важный бонус. Его называют витерский бонус. Нет, специальный бонус. Ну, по-разному. Знаете, в простонародье сетевой индустрией это авторский гонорар, какой-то пенсий называется. Это не важно. Витерский бонус, специальный бонус. Ну, вообще да, правильно, специальный бонус? Да, специальный бонус. Он просчитывается как? Он составляет от 7 до 10% от тех структур, которые сделали 27%. Как это рассчитывается? Чем больше таких структур у вас, тем больше процентов. Если она у вас одна, то вы с нее получите 7% вознаграждения. Если у вас их 2, то вы получаете 7,5% вознаграждения. Поэтому в этом конкретном случае вы получаете 7,5% от этой структуры и 7,5% от этой структуры. Свеж, прочитай быстренько, что получится. Ну, естественно, плюс к этому у вас есть более маленькие организации, которые там еще не доросли до этого уровня, вы получаете то, что я показывал до этого, разницу по проценту. Какой-то у нас медленный. По-моему, 9408, если я правильно понял. Там получается 335, а там тысячу... 31 тысяча на 7,5. Хорошо. 6,337,5. И на 6,5? Это на 13. Нет, это я уже умножил на 6,5. Это прибыль. А вы отдельно каждую группу считаете? Зачем? 31 тысяча баллов умножить на 7,5 и на 6,5 гривен. На 0,075. Да, да. На 0,075. 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 Я смотрю, что 9 маловато как-то лишь. Профициально. 15,112, да? Да. То есть, смотрите, только с этих двух групп получается 15112 гривен. Плюс примерно тысяч 8-9 будет получаться минимум еще с боковой группы. На драйвер. Поэтому, в принципе, на этом уровне средний доход будет около 30 тысяч гривен. Ну, там 25-30 вот так вот. То есть, у нас с супругой на этом уровне получается за 30. То есть, ну, в среднем так 25-35. И смотрите, вот именно это залог нашего большого успеха. Вырастить таких видеров. Почему в системе в бизнесе говорят о том, что если ты поможешь другим преуспеть, тогда преуспеешь сам? Потому что самый большой кайф и самая большая выгода в нашем бизнесе. Когда ты находишь человека, помогаешь ему вырасти до 21% и выше. Да, лидер организации на Мерседесе. Чем выше, тем интереснее. Этот человек становится реально специалистом. И он может свою группу вести сам. Да, на это нужно время, на это нужно много сил. Да, и некоторые будут такие ребята, нервы потрепают, ой-ой-ой. А в итоге через полтора месяца скажут, не мой бизнес. Ну, как-то не идет. То есть, мне нравится, как это герой комплекался. Ну, это не мой бизнес, не знаю. Ну, а это наш, да, да. Мы родились, где-нибудь стильков. И, собственно, наши родители знали какую-то фразу лунунку. У них, там, месяц, надо было, собственно, делать правильное движение. Дети могли построить его бизнес. А у них не знали, собственно. И давайте я вам покажу какой-нибудь такой реальный пример реальных доходов людей на действительно серьезных уровнях. То есть, вот то, к чему мы должны стремиться, так это хотя бы уровень серебряного лидера организации. Это тот уровень, который, ну, требует года три-четыре интенсивной работы. Но этот уровень, который, это не то, что в рамках Украины, а в рамках любой страны, может позволить настолько комфортный стиль жизни. Ну, вот уже действительно для чем не нуждаться. И это заветный уровень для многих из нас. Я думаю, что сидящие здесь могут сделать этот уровень. Каждый может его сделать. Но нужно действительно три-четыре года интенсивной работы, хорошо отдаться. Средний лидер организации – это человек, который в структуре есть от четырех до шести серьезно настроенных лидеров. Давайте попробуем это все красиво отрисовать. Хотел бы ручку оставить. Смотрите. В среднем это пять серьезно настроенных лидеров. И если брать примеры, допустим, реальных лидеров организации, я покажу, как этот бизнес лидит у них. Из этих пяти есть два, которые тоже, в свою очередь, хорошо потрудились. И у них есть свои такие же лидеры. Вот это может быть три. А кто за вас догонит по уровню? А вот это тоже будет четыре. И из троих оставшихся, у двоих, то уже один будет просто двадцать процентником. Давайте в среднем возьмем товарооборот. Пускай у каждого товарооборот будет составлять там двадцать четыре тысячи баллов. На каждого. То есть у нас есть таких шесть человек лично. То есть у них отрывы свои по двадцать четыре тысячи баллов. И плюс у них есть свои глубины. Здесь включается еще один интересный бонус. Потому что с тех людей, кому мы предварительно лично с первой линии, мы получаем от семи до десяти процентов вот тот специальный бонус, про который говорил Сергей. Спецбонус. Но когда у наших лидеров, благодаря возможной нашей помощи, или потому что они уже стали специалистами, появляются в свою очередь свои специалисты во второй линии, то мы с них тоже имеем процент. Это опять-таки зависит от того, сколько первых линий двадцать пять процентов есть у нас. То есть чем больше у нас двадцать пять процентов первых линий, тем больше уровень. Если их четыре, то это полтора процента. Если их уже пять-шесть, то это два с половиной, два с половиной и выше. Это вторая линия? Да. Естественно, и возможны ситуации, что уже не третья линия появится. И такое очень часто бывает. С третьей линии на третья линия лидеров мы имеем от полутора, начнем так, от одного до полутора процентов. Это при условии, что они двадцать один процент. При условии, что они MLG. То есть у них все условия соблюдены. Да. Ну, если он не MLG, то его оборота поднимается выше, и это еще интереснее. Поэтому да. Это мы поматерились между собой. Да. Поэтому давайте сейчас сделаем очень простой расчет. Я вам сейчас буду диктовать цифры. Вы с Денисом сможете разобраться и соедините их в бизнес-план. Но сейчас нам надо цифры пояснять доходу. Кто у нас будет? Давайте вместе. Давайте. Окей. Давайте конкретно. Денис, возьми двадцать четыре умножить на два. И на один процент. Четыре восемьсот. Четырех восемьсот. Третий 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 третий. у нас есть вторая линия, где у нас 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 видеров есть 24000 баллов умножить на 9 216 и это нужно умножить на 2 процента и у нас есть личных 5 теплошумных людей, которые доросли с серьезного уровня вот нам нужно 24000 баллов умножить на 5 и нет, на этом уровне мы уже получим 8 процентов и на 8 процентов 9600 смотрите, плюс к этому у нас есть личные топоры, плюс боковушки какие-то ну мы их не будем считать там еще примерно заложено около 10 тысяч в среде меньше не бывает на таких уровнях но давайте посчитаем это 9600, добавьте 480, добавьте 4300 партнер 93600 гривен ну мы с тобой давайте проверим кто-нибудь у нас не было в прошлый раз 9600 плюс 4320 плюс 480 умножить на 6,5 на 6,5 93600 93600 гривен И, смотрите, как я говорил, здесь еще плюс примерно 10 тысяч гривен будет дохода от боковушек, на этом уровне плюс 11,5 тысяч гривен автобонус. Это уже геоплант. Да, это уже в процессе класса, это уже большой бюджет класс. И таким образом доход превышает 120 гривен, ну там плюс-минус 120 гривен получится. Вот это реальный доход, который во многих странах Европы, в России, дорогие, есть очень большое количество лидеров в СЛР. Да, это же автобонус, мы же его все равно будем перечислять потом. Куда? Какая разница? Тебе к чеку будет добавляться в автобонус. Я тебе в общем показываю. То есть я в общем показываю. Это в любом существе вознаграждение. Плюс к этому, смотрите, здесь есть еще один интересный бонус. Серебряного лидера организации есть очень интересный бонус. 13-я зарплата, 13-я премия. Вот давайте ее прочитаем тоже, потому что там хорошая цифра получится. У нас есть 9 лидеров в втором поколении, то есть 11 с третьим, 16 лидеров на всего. Умножьте 16 на 24 тысячи баллов. Есть? Да. И это умножьте на 12 месяцев. То есть нам нужно прочитать, какой товарооборот будет за год. 4 миллиона 608 тысяч. 4 миллиона. За оборот 4 миллиона баллов в год ЛР ежегодно выплачивает 2%. Умножьте на 2%. 92 тысяча 160. Это вы уже гримны можете? Нет, это баллы. Еще гримны. Еще на 6,5 гривен. Мне это нравится. 600 тысяч. Но чтобы не расписывать до нулей, там 4 миллиона. 599 тысяч. 600 тысяч. 600 тысяч. 600, да. 600 тысяч. Жизняю. Гриша. То есть еще 13-е заклад, 12-е премия на этом уровне будет 600 тысяч гривен. То есть другими словами, смотрите, если посмотреть в среднемесячный доход, то он будет составлять почти 120 тысяч гривен. И если эти 600 раскидать на 12 месяцев, то еще плюс 50. То есть на этом уровне в среднемесячный доход будет составлять порядка 170 тысяч гривен в месяц. То есть да, я понимаю, может быть для кого-то реально большие цифры нереальные, но вот это цель очень многих из нас. И эта цель может быть достигнута, это да. А скажи, ты годовой бонус 13-й, да, 13-я заклада, она только с серебряного уровня начисляется? Да. И при условии, что есть минимум миллион товаров в год. Один миллион? Да. Да, Сережка. А можно с сегодняшнего дня на школе каждый раз рассказывать о такой? Показывай эту цифру, да? Вот эти вот эти 5 преимуществ уже знаем наизусть, а вот здесь как бы для Сережекой лимон, у него глубина лучше. Мне, например, сложно, я не уцепился и как бы, но я понял интуитивно, что нужны лидеры. Но в цифрах очень, если он как ежик. Ребята, простите, почему это мы не показаны в бизнес-клане? Потому что если человек не сталкивается с кем-то бизнесом, если вот сейчас есть кто-то новый, то как правило вот это всего такой блаба-бла-бла-бла-бла-бла, 600 тысяч, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, 100 тысяч, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Молодцы. Да, разошлись. Правило, с 5-го раза вот какая-то картинка складывается. Да, но так как мне просто поступило много пожеланий, чтобы немножко поделиться этим опытом, я решил показать. Вот Андрей Веденев получил 13-ю зарплату. Да, вот, кстати, Андрей Веденев, наш спонсор, человек, который 2-3 года уже бизнеса, 3 года он уже может идти в бизнесе, он как раз на уровне серебряной лидер-организации. Да, у него 6 линий 20-й процентов, он почти золотой. Я думаю, посмотреть фильм, ему будет приятно. Но у него больше лидеров, потому что его среднемесячный человек составляет 20 тысяч долларов, ну, 160 тысяч гривен. И 13-ю зарплату он получил как раз вот месяц назад, меньше месяца назад, она составила 60 тысяч долларов. То есть, учитывая, что, ну, уже спа 11. Почти по 12. А ну, 60. Ну, да, да, в принципе, он как раз такую сипру получил. С этих расчетов просто видно статистику пирамиды Москова. Не знаю, что... Ну, 1,9 процентов, ладно, поехали. Я не понял твою мысль, но возможно. Возможно, это что-то минус, что мы не видим. Вот это реальный пример. Причем, ребят, я вам скажу так, это, ну, это не ограничение. Потому что, если вы имеете не 5 таких организаций, а 7, там другие бонусы. Там, во-первых, Мерседес, С-класса, и там бонусы повыше. Там уже не 8 процентов, а там уже 9 процентов. А победы отражаются на цифрах очень хорошо. И там уже не 2 процента годовых, а 3 процента от годового бонуса. Если вы имеете таких 10 организаций, то это уже платиновый уровень, это уже Порш. На вашем сходе. А, люди, годовой бонус тоже у него там разные проценты, да, получается? Да, но там зависит от того, какое количество баллов. То есть, если у тебя миллион баллов в год, это 1 процент. 2 миллиона, 3, 4, и до 5. Максимум, до 100, и до 3 процентов. То есть, там вот так так вот делается. Есть разные еще вспомогательные бонусы. Кстати, вот есть очень интересные премии на обучение. Это зависит от того, сколько 27 процентных веток у вас есть. Если у вас 2 21 процентные ветки, то вам каждый месяц доплачивают 1575 гривен в виде бонуса на обучение. То есть, имеется в виду, что вы тратите деньги, какие-то затраты на то, что есть и другие группы работаете, и вам это все покрывает. Этот бонус дорастает до 9 тысяч гривен. То есть, если у вас там 9 организаций. Поэтому бонусов тут действительно много. И то, что компания оплачивает 43,7 процента от общего товарооборота, это очень большая цифра. Очень большая. И здесь ее нужно прочувствовать. Поэтому, тот уровень, который я вам показал, это, кстати, средний уровень. Можно сказать, что это какой-то крутой, очень туповый уровень. Это средний уровень развития. Средний уровень, который может достичь 3-4 года хорошей работы. Причем, на меньше зариться не стоит. Ну, если говорить на 5-ю деньги, вот эти вот такие похожи, на меньше по времени целиться не стоит. И очень интересный парадокс возникает. Не все люди до этого уровня доходят, только потому, что многие расслабляются гораздо раньше. Ну, знаете, мы все очень разные, у нас у всех очень разные обидцы. Кто-то, у кого-то, мечта 20 тысяч гривен. Он выйдет на 20 тысяч гривен дохода, и он расслабится, больше делать ничего не будет. Но те из нас, кто самые застегнутые и самые запаянные, мы не жадные, мы застегнутые и запаянные. Те придут сюда и будут дать ее уши. Сумфинированные, амбициозные. Амбициозные, да, но те другие слабости. И если реально провести параллель с любыми другими известными сетевыми компаниями, то людей с такими доходами, с такими в мире вообще сетевой индустрией, не то что сотни, не то что тысячи, а десятки тысяч людей смогли добиться такого результата в сетевых индустриях. И это реальный факт, это известный факт. И я вам скажу, что то, что ждет сейчас в Украине, если взять, провести статистику, то в Украине при самых таких слабеньких подсчетах, у таких вот людей будет человек 150, не меньше. Естественно, будет человек 300, который будет зарабатывать по 80 тысяч гривен, и человек 500 по меньше, ну и так далее, и так далее. Будут и больше. Будет человек 20-30, который будет зарабатывать по полмиллиона. Это реально. То есть, это все уже пройдено многими компаниями. Это пройдено уже. Я конкретно про Украину говорю. Мы сейчас в Украине находимся. Поэтому это нам, ну наш плюс в том, что нам это только предстоит пройти. Но, так как другие компании-то прошли, для нас они являются очень ярким показателем, примером, что здесь это можно пройти. Я вам очень рекомендую. Возьмите Маркетинг План Уэр, кто уже зарегистрировал. То есть, это такая, довольно-таки, такая интересная книжечка, немаленькая. И поштудируйте ее. И вам реально на неделю хватит ее поизучать. Там листиков 15, если вы с ней ошибаюсь. Ну, чтобы изучить и понять, где, как это исчисляется все, вам хватит, вот, недели вам минимум нужно разобраться. Но потом вы увидите, а как же нужно работать. А что же нужно делать. И, ну, если подытожить все, то есть два залога больших результатов, больших-больших уровней. Первый – это широкая первая линия. Для того, чтобы найти вот этих вот пять действительно сильных людей, вам понадобится в среднем не менее ста первых линий. Субтитры сделал DimaTorzok